Каждый год, 26 апреля, в Комсомольском сквере десятки людей собираются у памятника «Рыжий лист». Мемориал посвящен ликвидаторам катастрофы на Чернобыльской АЭС. Страшный взрыв разрушил 4-й энергоблок атомной электростанции. Большое количество радиоактивных веществ было выброшено в окружающую среду. На ликвидацию последствий ЧП направили более 600 тысяч человек. Эту аварию расценивают как крупнейшую за всю историю атомной энергетики. Вот эта вот страшная картина «Мертвый город». Фильмы показывают «Сталкер», там, знаете, еще сейчас американцы показывают фильм, сняли. Вот это ощущение кожи, чувствуешь вот эту вот страшную радиацию. Вот эта вот обстановка нехорошая, знаете, «Мертвый город», одни воробьи летают, страшно. Этот день 32 года назад разделил их жизни на «до» и «после». Из Сочи в Чернобыль на ликвидацию аварии отправились 900 человек. И с каждым годом свидетелей этой катастрофы становится все меньше. Сегодня на митинге чернобыльцы вспоминали события тех страшных дней. Каждый из них знал, куда и на что идет. Но по-другому, говорят ликвидаторы, они просто не могли. Аркадий Боровиков служил в сибирском полку химзащиты. Полк работал на самой станции, менял кровлю на третьем энергоблоке АЭС. 15 человек в моей группе были. Их пришлось ограничивать, потому что время работы на кровле в то время по уровню радиации было ограничено 20 секундами. Была тогда установлена доза не больше полурентгена в смену, потому что когда больше получалось, то уже резко ухудшалось состояние здоровья. В память о тех, кто погиб во время взрыва и тех, кто пострадал от радиации и умер уже позже, участники митинга возложили цветы и венки к мемориалу «Рыжий лист». О последствиях и уроках чернобыльской катастрофы сегодня говорили и на встрече с главой города Анатолием Пахомовым. Мэр Сочи чернобыльцев назвал героями, а то, что они сделали для ликвидации последствий аварии, настоящим подвигом. Ведь недаром на груди у каждого десятки, в том числе государственных наград. Человек, который пожертвовал собой ради того, чтобы спасти и сохранить жизни вот этих четырех с лишним миллионов человек, а впоследствии это могло пойти и на другие территории. И, конечно, как можно не сказать, что эти люди, то есть как не сказать, что вы настоящие герои. Анатолий Пахомов отметил и вклад чернобыльцев в патриотическое воспитание подрастающего поколения. Память – это основа будущего. И именно молодежь, благодаря пусть и таким печальным урокам истории, должна сделать все, чтобы такой трагедии не повторилось. Ну а мэрия, в свою очередь, готова оказывать героям-ликвидаторам всяческую поддержку. Таких сегодня в Сочи 342 человека. Проблем-то много. Как всегда, жизнь двигается, идет вперед, значит, требования какие-то, они решаются, эти вопросы. Я благодарен нашему муниципалитету и главе города, благодарен тому, что очень многие вопросы решаются как бы сходу. За важную общественную работу чернобыльцам сегодня вручили очередные почетные награды и благодарственные письма. И это лишь малая часть признательности за спасенные жизни и сохраненное здоровье миллионов людей во многих странах мира.